Открытие соревнований совпало с еще одним приятным событием. Спортсменка из Уссурийска первой в Приморье получила первый спортивный разряд. Екатерина Работкевич достигла таких результатов за два года ухорных тренировок. Необходимый норматив Катя выполнила в декабре на первенстве Приморского края. Если, например, сейчас на этих соревнованиях не подтвержу свой разряд, то это, конечно, будет плохо. То, что все думают, что быстро бегаю, а тут медленно пробую. Соревнования по многоборью проходили в два этапа. Сначала личный зачет среди участников конькобежцы из Уссурийска, Хабаровска, Владивостока, Кавалерова и Большого Камня. Спортсмены преодолевали три разные дистанции. Очки суммировались. Золотую медаль среди мальчиков детского возраста завоевал Вячеслав Карпов. Недавно он вернулся из первенства России. Призерами стал Карпов Вячеслав на дистанции два круга. И также ребята Кудинов и Карпов стали в эстафете тоже призерами. Третье место получили. Сегодняшние соревнования показали, что эта команда слажена. Они и сегодня показали себя лидерами. Впервые на Уссурийском льду выступали спортсмены из Хабаровска. В этом виде спорта их команда пока в классе новичков. Конькобежцу увезли домой лишь две бронзовые медали. Соперники были очень сильные. Они намного быстрее обгоняли. У нас в Хабаровске не очень. У нас раз в неделю ледовая тренировка, поэтому они намного сильнее. Они совсем недавно занимаются этим. Они только начинают. В принципе, уже они какую-то борьбу составляют нашим детям. Но пока еще им до нас далеко. Следующий этап многоборья – эстафета. Травм избежать не удалось. Падение произошло в заезде между девочками среднего возраста. Катя Работкевич столкнулась с хабаровчанкой. Несмотря на травму и порезы, уссурийская спортсменка продолжила гонку, обеспечив команде призовое место. Когда я пошла на гон, девочка начала отходить ближе к борту. И она запнулась и было столкновение. По итогам двух дней соревнований хозяева льда завоевали больше всех золотых медалей. Это обеспечило им победу в общекомандном зачете. Очень приятно, что такое количество детей участвуют в таком виде спорта, как шорстрык. Этот вид спорта организован недавно, но он заслужил большой авторитет и популярен на территории не только Уссурийского городского округа, но и Приморского края в целом. Эти соревнования стали завершающими в сезоне. Летом члены сборной края отправятся на учебно-тренировочные сборы. Июнь они проведут в Чугуевке, июль в Кавалерово, а на весь август конькобежцы уедут в Южную Корею.